на канале уже вышел обзор замечательного айфона 12 который мы также разыгрываем обязательно переходите по ссылке в описании смотрите участвуйте но теперь очередь дошла до про версии встречайте iphone 12 pro вы на канале айлаунж меня зовут костя давайте начинать а начнем мы с комплекта которого нет я думаю что ни для кого не секрет что в этом году из комплекта пропала зарядка и наушники остался только кабель с юсб тайп си плохо это придется докупать адаптер тут конечно минус но и проблем в этом серьезной нет во первых их существует огромное количество можно обзавестись блоком помощнее для зарядки сразу нескольких устройств или беспроводной зарядкой покупку которой вы постоянно откладывали а во вторых если взять минимальную стоимость iphone 12 pro это 999 долларов сша то на зарядку вы потратите всего пару процентов от стоимости девайса ну я не считаю этой проблемой сразу же бросается в глаза новый дизайн рубленые грани как в iphone 4 также стекло спереди и сзади только дизайн код тут немного другой стекло не выступает идет ровно по рамке толщина устройств всего 74 миллиметра что нам 02 миллиметра тоньше iphone 5 за счет диагонали получается очень приятное устройство очень тактильное устройство его хочется постоянно держать в руках матовая задняя панель которую практически невозможно поцарапать выгодно выделял еще iphone 11 про в этом поколении она ощущается еще лучше за счет того что она без закруглений что касается рамки из хирургической стали то она приятно холодит руку и наоборот очень быстро покрывается мелкими царапинами эта особенность материала от этого не избавишься и особенно это бросается в глаза на светлых устройствах поэтому если собираетесь эксплуатировать смартфон без чехла и не хотите наблюдать постоянные вот эти вот мелкие царапки брать и темные версии в этом поколении четыре цвета серебристый с белой задней панелью спокойный золотой графитовый на замену space grey и тихоокеанский синий на замену зеленому все цвета хороши каждый найдет для себя лучшим тут даже посоветовать ничего не могу не хотите ошибиться в выборе идите в магазин смотрите живьем и тогда точно не прогадаете стекло на фронтальной панели изготавливается по хитрой технологии с применением керамических кристаллов что делает его в четыре раза прочнее при падении в сравнении с чем неизвестно apple этого не говорит но прочнее царапины победить не удалось как и все айфоны последних лет также быстро появляются на глянцевой стальной рамке и на экране хорошо что на новый дисплей хотя бы просто клеить защитные стекла и пленки потому что она без закруглений то есть тут и выбирать то особо не придется все они будут одинаковые смартфон ощущается и выглядит дорого я бы описал его как очень дорогую игрушку которую опять же не хочется выпускать из рук то статусный красивый серьезный смартфон если обновляет с айфон один спром даже слегка увеличенная диагональ первое время вам может быть некомфортный но дело пар дней это проверено еще одна мелкая деталь задней панели пропали иероглифы европейских версиях теперь они расположены на рамке и как мне кажется на задней панели им самое место все-таки рамка в поле зрения попадает чаще чем спинка дисплей олед 61 дюйма разрешение составляет 2532 на 1170 точек это 460 пикселей на дюйм пиковая яркость в обычном режиме составляет 800 нит а при просмотре hdr контента увеличивается до 1200 нит технология true тонн подстраивающая температуру дисплея под окружающее освещение и широкий цветовой охват на месте контрастность 2 миллиона к одному что с производительностью а тут никаких изменений правильнее будет так процессор новый а 14 байоник который отличается от а 13 байоник только в синтетических тестах в жизни вы никогда не заметите разницы у процессора с огромным запасом производительности на годы вперед и что новинка что смартфон предыдущего поколения работают очень шустро про игры также сказать нечего они просто летают на презентации даже не сравнивали а 13 14 чтобы новый не казался совсем минорным обновлением а вот над нейровочислительной системой которая задействуется при съемке и обработке фото поработали также новый процессор изготовлен по 5 нанометровому техпроцессу что должно сказаться на энергоэффективности но поскольку батарейка стала чуть чуть меньше автономность на уровне прошлой модели а вот 6 гигабайт оперативной памяти вместо 4 гигабайт в предыдущем поколении станут заметны но чуть позже дело в том что появился скан размерения глубины лидар камеры стали прожорливее да и в целом системе нужно больше ресурсов чтобы не выгружать приложение изменю многозадачности 6 гигабайт по это дело хватит для сравнения в обычном iphone 12 4 гигабайта оперативной памяти но поймем это только в будущем переходим к времени работы и тут никаких сюрпризов и работает девайс примерно столько же сколько iphone 11 pro в каких-то сценариях меньше в каких-то больше но в целом без изменений тут нет никакого большого шага назад это по-прежнему долгоиграющий смартфон время покажет сколько он действительно работает когда все эти тесты закончится и начнется обычное использование обязательно расскажем оптик эксплуатации быструю зарядку можно получить с помощью 20-ваттного адаптера который нужно докупать отдельно как я говорил самом начале до 50 процентов смартфон зарядиться за 28 минут если же говорить про быструю беспроводную зарядку тут только фирменный macsave с магнитным кругляшом зарядка четко фиксируется выдает до 15 ватт что на практике является часом до 50 процентов если заряжаете смартфон только ночью то это тоже отличный и удобный вариант система macsave это огромный шаг вперед и даже не приходится горевать а air power который отменили но о новых аксуаров в отдельном ролике все подробно расскажем камеры основной модуль семилинзовым объективом и диафрагмой f1.6 позволяет захватывать на 27 процентов больше света что позволяет получать кадры при условиях низкой освещенности лучше сверх широкоугольный модуль без изменений как телефото для всех камер добавили ночной режим и работу deep fusion что делает изображение четче особенно в мелких деталях разница в сравнении с iphone 11 про заметно но только при прямом сравнении есть два ключевых отличия от всех предыдущих iphone первое это сканер lidar для измерения глубины изображения он будет задействован при съемке портретов и автофокусировки при съемке фото и видео ночью когда ничего не видно а второе это съемка hdr видео dolby vision 4k 60 кадров в секунду в чем преимущество такого формата если смотреть его на качественных устройствах с его поддержкой то видео становится в несколько раз ярче и сочнее по цветам но пока смотреть такие видео разве что только на смартфонах и телевизорах solid дисплеями тот же instagram коверкает формат это решится с обновлением но пока к сожалению приходится довольствоваться тем что есть слова iphone 12 снимает также dolby vision но уже 30 кадров в секунду чего устройство не хватает быстрого usb type-c или какого-то протокола для передачи данных по беспроводному соединению все-таки lightning это боль и очень медленно второе это кнопка включения с датчиком touch id все-таки в этом году мы постоянно в масках face id для этого не годится почему не сделать для премиальной версии такое дополнение непонятно хотелось бы и дисплей с частотой обновления 120 герц хотя мне не так понятно зачем он нужен в смартфоне а вот поддержка apple pencil да это надо дисплей огромный для работы с таблицами или текстом поддержка стилусу пригодится улучшили влагозащиту теперь iphone 12 pro можно погружать на глубину до 6 метров на 30 минут по сравнению с четырьмя метрами на 30 минут в iphone 11 pro стоит ли это проверять нет гарантии это не покрывает а ремонтировать девайс тем более только поступишь в продажу очень дорого поддержка сети 5 поколения это одна из главных фишек устройства но она банально не поддерживается в украине россии беларуси такой себе задел на будущее но учитывая что большинство пользователей меняют смартфоны раз в 2-3 года возможно только со следующим апдейтом они оценят новые скорости мобильного интернета но и количество встроенной памяти удвоили в базовой версии теперь 128 гигабайт за 999 долларов 256 за 1099 долларов и 512 за 1299 долларов цены для американского рынка без учета налога штата стоит ли переплачивать 170 долларов за iphone 12 про если есть замечательный iphone 12 я скажу так если вы приобретете обычный iphone 12 вы не расстроитесь а если приобретете 12 про получите еще больше позитивных эмоций для себя выбрал подождать а именно iphone 12 pro max не из-за того что экран побольше очень интересного протестировать да и камера там получше поэтому в середине ноября буду делиться своим опытом напоминаю что мы разыгрываем iphone 12 . в описании если остались какие-то вопросы пишите в комментарии и на самые лучшие мы ответим в отдельном ролике на этом все вы смотрели канал айлаунж меня зовут костя до скорых встреч